прямой эфир стартовал так ну буду надеяться что вот сегодня хороший интернет и у меня будет с вами прямая связь так всем привет с вами пера шерстобитого до народу так сегодня я буду рассказывать вам про бумагу я как один из художников команды скетч маркер выступаю буду рассказывать показывать про новинку это бумага которая является новинкой она уже поступила продажу на территории украины и многим скетчер уже получили свои образцы буду надеяться что если кто-то будет сегодня со мной в эфире что они тоже будет делиться своими первыми уже наработками и мы будем максимально подробно раскрывать все 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 тонкости каждого типа сейчас у меня на руках четыре типа бумаги это иллюстрейшн получается 200 грамм потом брестоль 300 грамм маркер pet но она уже не новинка но вот одна из самых таких лично моих моих любимых потому что здесь еще и немножко попиарить моя иллюстрация ну как же без личностного отношения как есть и еще также миксит про тоже эту всю бумагу я получала ранее на тест поэтому она для меня уже не совсем прям первый раз я вижу больше для меня радует оформление стильно симпатичные яркие иллюстрации и давайте же смотреть что бумага себя представляет внутри вот у меня два формата это опять а4 что по моему очень удобно так всем привет вот надеяться что я не пропущу комментарии потому что народ уходит приходит достаточно быстро меняется так что если где-то что-то пропустила можете еще мне пару раз маякнуть буду работать с удовольствием благодарен так скажем к этому так доказать можно будет эту бумажку можно будет да я думаю что она будет доступна в продаже но это будет сегодня я больше как художник выступаю поэтому все цены продажи где и как это ребята уже вот кто непосредственно из команды скетч маркер родной так скажем до аккаунта я больше как приглашенных художник сегодня вот так мы и буду рассказывать больше технические моменты так что все по продажам это все чуть-чуть попозже и можно лично в директ если что всегда ответят всегда помогут так ну что давайте посмотрим у нас получается у меня формат а5 и а4 вот мне удобнее конечно для вас чтобы в эфире вот эти вот большие громоздкие они конечно такие же замечательные и меня очень радует этот формат мой любимый все-таки а4 а из разряда удобных все-таки и для обзора в эфире больше на рассудке оставим а 5 вот давайте с какой начнем выбирайте я думаю что все будем все будем сравнивать в материалах будем буду подробно стараться на в а каждый рассказать клеточки птички ананас или город давайте кто первый скажет комментарии увижу эту первую буду разбирать ну кто первый немножко азарта ребята так азарт мало ну что ж тогда начнется о ананас отличный выбор эфир до эфир буду эфир сохраню и постараюсь чтобы выгрузить его потом отдать ребятам чтобы они выгрузили дальше чтобы он сохранился не только сутки ага вот все папа набежала а все уже уже 1 было на нас спасибо за ананас так смотрите это наша уже классическая бумага для маркеров этого не новинка больше здесь что удобный формат а4 опять также выпускается могу сказать что будет еще разработан до удобный формат я думаю что ну по крайней такое я уже слышала скетч маркер думаю что это тоже правильное решение поэтому сейчас мы переходим разбор полета бумаги именно на конкретно о чем дата бумажка маркер пэт это тонкая маркерная бумага 75 грамм она имеет белый белый матовый вариант своего исполнения она практически по за прозрачная также как я здесь такой черновой листик есть сейчас мы будем на нем что-нибудь чиркать что-нибудь допустим что-нибудь такое несложное да и смотреть насколько бумажка прозрачная да тоненькая 75 грамм чем она отличается от всего остального от всех остальных бумажек то она имеет собой ну так скажем пропитку условные данные называем пропиточку она не пропустит на следующий слой если мы возьмем любой так маркер я другой фирмы не буду брать ребята по рукам по рукам меня скетч маркер так давайте возьмем скетч маркер любой да и будем показывать насколько отличается да можно работать на такой бумаге много слоев и ни один сло не просочится на следующий лист вот и основное отличие и здесь она не впитывает у нее уменьшен расход впитываемости в себя да если я сравнивала по граммам как впитывает до себя у меня есть химические весы и я делала заливку такого квадратика и взвешивала маркер до и после и там до миллиграмма идет вес сколько впитала ну получается расход расход маркера приблизительно у всех бумаг скетч маркер кроме миксит медиа вот кроме вот этой бумаги приблизительно расход одинаковый на самом деле это очень круто потому что уменьшенный расход это ну как минимум долговечность наших чернил да это расход и жизнь маркера увеличивается в разы если сравнивать опять же с какой-то более пористой бумагой здесь это порядка ноль два грамма было и для сравнения если сравнивать с миксит сет на ней тоже можно работать спиртом но здесь будет в три раза больше расход понятно да если сравнивать это допустим с обычным ватман то ватман порядка 10 грамм как бы еще больше понятно да если мы сравниваем обычную бумагу ну такую самую так скажем дешевую да которая в себя впитывает и сравнивать специально специализировать и сравнивать со специализированной бумагой то здесь расход увеличен в 5 уменьшен уменьшить пять раз понятно да вот ее основные преимущества так чем еще мне нравится что мне нравится от этой бумаги как бы я на ней много работаю и мне вообще она очень 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 по душе в чем ее основная фишка на ней но лично для меня да мало то что она не пропитывает насквозь не очень маленький расход и мне нравится что яркость цвета что можно работать в один слой и также еще набирать послойно это 2 это получается один тот же маркер насколько отличается тонально да и когда если я подожду но здесь вот тоже в принципе той же сам оттенок просто он уже хорошо высох и когда вам просохнет я могу еще набрать свой вот этот вот набор тональности одним маркером я максимально часто использую и мне нравится что последующий лист ничего не попадает это такая достаточно удобная бумажка у нее своя специфика для нужно уметь не хорошо миксовать и делать блендинги плавные растяжки здесь есть свои свои тонкости работы ну сейчас якобы не буду об этом ну вот такие варианты и вот такая специфика бумаги то есть так но это если кратко о чем она отличается так что у нее пропитка она очень тоненькая яркость чернил максимально наверное это на мой взгляд это самый и самые ярко яркие оттенки который может дать бумага она не съедает вот этот именно яркость чернил и мы будем сравнивать именно по яркости еще отдельно а и сразу могу сказать что еще специфика у этой бумаги она не выбеливается сейчас мы тоже об этом будем да на рынок нам это об этом скажем чуть чуть позже когда я положу все четыре листика да и и мы это посмотрим маркер так маркер и так сразу для себя обозначу и будем сравнивать их уже с каждым так ну вот это ананасик так следующем давайте там было много заявок по цветам illustration pro бумага хорошая спасибо так illustration illustration pro чем отличается эта бумага у нее уже 200 грамм она достаточно так ощутимо вот мой расход да и она не рисовала уже иллюстрацию попробовала я на нее попробовала именно полноценную иллюстрацию сделать обычной техники которые я привыкла рисовать это ну единственное что здесь я именно ставила технически это черенцовка она легко блендится да потому что если я здесь бумаги уже привыкла и я могу сказать с уверенностью факт на ней работать как ты получаешь новую бумагу здесь нужно именно сравнивать на каких-то таких моментах которые тоже явно раньше рисовал новые техники тяжело использовать поэтому беру обычную свою собачку только немножко цветовую гамму меня вот у меня такой подход получил новую бумагу рисую собачку вот так и что я хотят сказать про эту бумагу первое впечатление у меня было такое она достаточно такого плотненького варианта она не промокла я подкладывала листик честно но нету ни одного пятнышка которую прошу прошу бы до конца как видите в такой техникой которая много много оттенков и славным переходом с градиентами я все равно использовал достаточно таком много луж у меня условно говоря да то много много спирта так как расход маленький она не впитывает лишнего я бы сказал вот так вот да но на ней достаточно было сложно работать я не могу сказать что это у меня было с непривычки прямо так все легко пошло здесь тоже свои нюансы и я уверена что если я не под привыкнуть так как бы предупренно ловчиться к новой бумаге я конечно здесь все свои техники могу легко применять в чем был в чем было отличие ну давайте возьмем новый да и будем сравнивать заодно посмотрим сколько и оттенок гаснет и все остальное так сразу обозначу что это иллюстрейшен да так так для себя так корявенькими буковками мне этого достаточно так ну что ж давайте сравним допустим те же самые ровные заливочки да вот просто насколько высохнет спиртовой спасибо собачки нравится мне мне тоже понравилось спасибо так вот она сейчас высохнет и мы посмотрим здесь оттенок насколько поменяется но мы еще посравниваем другие видим там и насколько можно здесь его легко набрать в два-три слоя и еще там несколько параметров на есть но мы будем сравнить уже когда выложим все четыре типа бумаги рядышком вот посмотрите да это точно так хорошо повозюкала прошибет не прошибет не прошибал следующий лист ничего не пропечатать там есть на самом деле микроскопические данного вы видели я так хорошенько повозюкал поэтому скетч маркерами до собака нарисована скетч маркерами скетч маркер реклама скетч маркер бумага скетч маркер маркер скетч маркер и художника скетч маркер все супер заверните так что дальше хотят сказать так смотрите да вот она подсохла и в общем то мы можем теперь ее сравнивать по по тональности на мой взгляд бумага не сильно отличается как вот по близне они приблизительно одинаковые то что она более плотная может быть чуть-чуть дает какой-то такой оттенок но по яркости маркер все-таки уступает до маркер пц таки дает более и более ощутимо яркий оттенок мне кажется даже через телефон это все-таки заметно я думаю что все сами по себе ли типы и бумаги они приблизительно похожи здесь вопрос как ведут себя чернила насколько я отвечаю на вопрос который похожи на кэнсен администрацию я не рисовала к сожалению на абсолютно всех бумагах в этом мире но достаточно много я сравнивают приблизительно по характеру как брестоль они на мой взгляд все похожи да там есть свои свои нюансы работы и больше работать с техникой да и насколько впитывает маркер это тоже важно допустим где что действует к маленький расход чернил для меня это ну удивило то что 200 грамм не прошибла удивилась так обычно прошивать к такими лужами даже хорошая обмака все-таки она не двухсторонняя да хотя вы видите если рисовать какими-то такими прозрачными оттенками и не нужными там не знаешь кто-то заливочками дорисует слабенько так без 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 пережать я так скажу да то может быть даже и двухстороннее получится на самом деле у кого-то или графиком вот для графики так ребята чужую бумагу я сильно обсуждать не буду мы сегодня делаем обзор бумаги которая скетчмаркер все вопросы ко мне лично 1 6 битва если что обращайтесь что на что знаю расскажу как бы не сильно там закидывайте меня личными вопросами на какие-то если могу пробовал хотя бы просто сравнить я могу не пробовала так не могу так но не сегодня в эфире так ладно сравнили получается по яркости сравнили по тональности да она в общем то не уступает что она мало впитывает себя и что на ней можно работать в любой технике есть такой цвет гасится но незначительно да вот оттенок так дальше что еще сравнить можно дальше будет сравнивать там какие нюансы опять же повторюсь с выложив все все четыре бумаги так это было иллюстрейшен так 200 грамм следующую давайте брестоль у меня с брестолями обычно таки напряженные отношения при столь больше любят вот прям здесь еще и 300 грамм это прям такой прям ух почти картон вот даже это все согнуть да прям он такой пух но для сравнения даже если на сгиб да здесь прям одним пальчиком можно и в рулончик свернуть а здесь она прям такая ух очень упруга если кто-то любит плотную бумагу рисовать на такой вот я думаю так раз для вас так ну что ж давайте по тем же самым параметрам это у нас брестоль почему у меня обычно брестоль вызывает она сильно гасит свет вот я для меня допустим оттенок это максимально важно но но брестоль у нее свои фишки поэтому если этим фишками пользоваться они ворчать как я тогда я думаю найдется на брестоль большая армия поклонник так и что мы еще делали да с вами так мы делали много-много раз одному и тому же месту смотрели прошибет не прошибет и насколько оттенков так ребята у меня есть вопрос мне спросили а вообще у качество всех хорошая или меня право отвратительно видно все в пикселя то что оказывается и у кого-то прям совсем или периодически нормально или все время плохо очень важно кто-нибудь ребята я понимаю что задержка по времени идет на все таки для меня важно да вот понять что у меня постоянно видно или не видно но в пони ведут и пикселизация качество эфира у меня нормально периодически периодически нормально хорошо периодически периодически нормально периодически плохо отличный вариант так ну что же делать так ну ребят ну вот что ты здесь главное у меня то все хорошо единственное что могу сказать свое оправдание то что от меня это не зависит к сожалению я не могу даже отследить когда меня плохо когда когда хорошо и я когда сохраню эфир он будет в отличном качестве вот это мне хочется нанести да если у кого-то информация будет послушать именно увидите это нюансы да то вот в качестве будет все хорошо сохранено и я думаю что на сайт или youtube или куда ребята вы заливаете скетч-маркер там все будет ок так что давайте наверное вот в этом контексте продолжим даже теме что я буду рассказывать ну с пониманием того что половину не видно ну буду надеяться что будет все хорошо и все будет нормально ну что ж ну не виновата я это не никак по-другому так обратите внимание да про продолжим продолжим разговор просто уже с знанием того что что происходит так вот она хорошо просустила просохнуть и мы смотрим не прошибли ничего не прошибла хотя тоже здесь ну такой картон знаете как чтобы оно протекло это прям я даже не знаю сколько надо здесь вот да и вот я еще больше есть на реально сейчас пол маркера оставлю да но ты просто хочу вот вот только сейчас она припиталась вот поэтому здесь вот расход чернил она на понятие она не растекается вниз она вот именно вот и не вниз не в бок никуда да она вот именно вся вся работа ведется вот непосредственно в той области которую которую мы красим да она не настолько впитывает она не пористая брестоль она не пористая поэтому все что мы делаем она стоит здесь и если вы обратите внимание да учесть что насколько это все по цвету по яркости а сравниваю я со своим любимчиком маркером маркер пэт вот и обратить внимание на оттенки да насколько как бы они изменились он более такой ну другой я тоже сказал цвет как будто бы другой здесь более желтый да здесь более такой спокойный какой-то появилась охра в нем вот и обратить внимание на сколько здесь четко быстро высыхание да и насколько в принципе то же самое дело с той же скоростью и заливала насколько она дольше сохнет насколько в ней вот эти все естественные мешанина от этого спирта до который он проходит внутри бумаги который мы очень-то контролируем только временем да и ну и количеством естественно спирта вот этого который впиталась вот она соответственно размылась вот эти вот как раз брестоль ее многие любят за то что ее очень легко смешивать очень много можно намешать оттенков и много смешать и без усилий так скажем если здесь маркер пэт на здесь только отвернулся высох у тебя уже все полосит и это основная для многих проблем и хотя надо просто технику вот то вот в брестоле можно по моему выключить скорость и рисовать на лэйзи вариант такой абсолютно и все получится смешаться вот за это брестоль многие любят несмотря на то что на то что она плотная бумага да немножко гасит свет но за счет того что она так смешивает и очень долго внутри себя держит краску вот это непосредственно испарение спирта да она там очень может можно там поиграться вот вот это вот основной плюс брестоли на мой взгляд и то что она вот я даже не знаю сколько нужную маркера чтобы вот папа граммом до чтоб он выбора прошиб вот поэтому здесь вот можно ничего не подкладывать она еще белоснежная если вы видите да заметнее белее чем и люстра и люстра такой более молочный оттенок и что еще и она очень-очень гладкая как каток вот именно по гладкости она даже превосходит маркер хотят здесь тоненькая и достаточно кто знает эту бумагу еще но не зачем такого прям гладкая матовая бумага то здесь она тоже матовая белоснежная очень плотная и скользкая абсолютно как каток для такие называем варианты так ну что же давайте с брестолем покончим минус листик но ничего для для тестов же не жалко листик так вот мы три рассмотрели и отдельно все-таки идет миксит медиа об этой бумажке так ну что ж кому интересна такая бумага это для смешанных техник в чем ее основное отличие она очень хорошо подходит для акварельных маркеров у меня есть под рукой тестовые варианты скажем так любых производителей да ну я тогда чистоты эксперимента сразу вам сейчас так переложила куда-то уже сейчас а вот они уже простите для чистоты эксперимента я вам сейчас покажу разного производителя и мы же знаем мы ждем когда скетч маркер выпустит свою линейку акварельных маркеров вот ну для чистоты эксперимента я вот два взяла давно давать все более-менее лично выглядело оранжевый с голубым смешается будет не очень вариант так ну да зеленым да окей так какие то есть варианты так сразу покажу потому что она будет пока сохнуть мы мы чем-то другим еще прессуем так вода есть яркая красивая бумажка она в отличие от брестоли вот на ней она на них эти можно даже смешать акварельный маркер пока он еще до конца там все даже без воды вот он прям здесь чудесно себя чувствует вот поэтому я думаю любители акварельных маркеров тоже ее оценят как раз за чем отличается акварельный маркер от спирта да у него вода содержащие водорастворимые чернила извините они прекрасно размываются можно делать красиво акварельные эффекты вот и самое главное отличие чтобы пигмент точнее краситель от акварельных маркеров полностью вымывался от бумаги чтобы он не проникал внутрь вот и как видите вот то что я там большую большую лужу надела маркеров легко водой и полностью размышется на высохнет даже там будет я думаю максимально незаметно где я делала штрихи каким маркером вот это хороший показатель бумаги для акварельных маркеров вот прям две галочки ставлю это вот мой фаворит на сегодняшний день сразу же только за вот этот вот тест только за вот этот тест это уже сразу вот вот поэтому здесь вопрос какой подходит ли эта бумага для спирта подойдет ну если мы рассматриваем именно в контексте тех маркеров которые сейчас у нас есть продажи да это все таки бумага от скетч маркер и основные ребята тогда основной как бы да здесь раз идет для спирта рисовать можно хорошо единственный недостаток такой прямо ощутимый это поглощение чернил здесь не такая плотная бумага я имею ввиду она не то что она там сколько грамм она да а именно что внутри сама по себе бумагу не структура пористая поэтому она хорошо работает как с водой она все она она не впитывает в себя лишнее как акварельного хлопкого допустим да а плотность проплотно сейчас чтобы не наврать 160 грамм терпимо я бы сказала ни много ни мало 300 грамм это считается как акварель надо такая оптимально скетчбуки в основном и тетрадки есть остальные вот где-то 160 до 200 вот для акварелью для карельных маркеров это я бы сказала оптимально 160 грамм и мне кажется что это даже не охота честно говоря ждать просто смотрите видите насколько как бы чернила да не впитались вот это очень хорошо потому что бумага которая не подходит ну так хотите я вам покажу много которая полностью себя по противоположно будет вести если если кто-то скажет хочу то даем покажу как 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 не должна себя вести бумага которая для акварельных маркеров не подходит марку говорить не буду тут какой-то небольшой китайский производитель вот он не хорошо видно именно разница как как надо и как не надо так катышки про катышки сейчас расскажу вам про катышки так а как называется бумага бренд ребят вы находитесь в эфире скетч маркер мы сегодня с вами здесь тестируем бумагу четырех типов от производителя скетч маркер бумага конкретно это мексит медиа про 160 грамм формата 5 и есть еще а4 так ответила на этот вопрос так дальше как а плотность отказали бумаги от лужи не изменилась так смотрите структуру бумаги 160 грамм она изменится учесть что акварельные маркеры и вообще-то техника водная она не подразумевает собой заливки и водные лужи как в классической акварели там где мы намочили лист или замочили его натянули на планшет или еще куда-то это все-таки смешанные техники если здесь вода появилась то она либо высохла и мы про нее забыли либо это все таки не на весь лист такая лужа да какие-то такие небольшие и самое главное когда бумага целиком просохнет она практически выровнится вот это я вам уже по опыту могу сказать что такая бумага она в этом плане молодец так так дальше что прокатышки если вы умеете правильно пользоваться парень и маркетинг катышков у вас не будет ни на какой бумаги которая подходит самое важное чтобы вот вот этот вот пятно которая впитывает себя бумага к при нанесении акварельных маркеров чтобы акварельный этот пигмент акрельный краситель даже не пигмент краситель чтоб он не не впитался в бумагу прокатышки это отдельная песня так про красный карандаш ребята это вы хочу 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 а вот какой ответ надо было сразу сейчас я вам покажу небольшой китайский производитель неважно какой фирмы просто он нам максимально покажет как себя бумага не ведет хороший это тоже миксит медиа по сути своей это то как небольшой китайский производитель и что обычно такая бумага делает с акварельным маркером тот же самый маркер давайте продать частоты эксперимента то же самое сделаем одновременно да скетч маркер и непонятно какая бумага главное что для мы демонстрационную чик чик разница заметно да понятно в чем разница так ну все я думаю на этой демонстрации нужно закончить с акварелью ждем от скетч маркер новинок акварельных маркеров будем их на замечательные бумаги миксит медиа рисовать понятно да вот так дальше что поехали катышки да нету никаких катышек ребят на честно так огромная вот все вы увидели я продемонстрировал так возвращаемся к спирту на этой бумажке эти я стерла практически даже ничего не осталось вот вот это я понимаю качество так про пам пам миксит медиа как она общается со спиртом ну во первых смотрите как достаточно много впиталось да я ну как бы хорошую лужу сделала единственный недостаток она не так прошибла она не такая тонкая на самом деле до 160 грамм это вполне достаточно чтобы поработать даже несколько слоев конечно много зависит от бумаги особенно с акварельными маркерами я так я даже сказал бы что это прям максимально важно после качества пигмента после качества красителя в акварельных банкеров сначала краситель а потом бумага так 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 что о чем остановилась отвлеклась на вопросы и мы про на спирт если недостаток здесь это даже не то что там гасит недостаточно яркий оттенок он есть изменения за счет того что бумага тоже изменение оттенка я имею до что бумага не белоснежная имеет небольшой такой такой как бы только молочный даже цвет слоновой кости что-то такое да очень нежный самый оттенок это не кремовый но и вот не кристально белый здравствуйте да вот единственный достаток она много себя впитывает больше увеличен расход увеличен вот это вот единственный достаток то что можно в разных техниках это пожалуй наверное максимально хорошо можно и нарисовать и линером тут же нарисовать что-то эти надо ждать бумага впитала в себя да поэтому размазывает опять же будем сейчас сравнивать как как себя ведет маркеры любой линии чтобы не размазался нужно хорошо подождать честно это как бы давайте тоже будем аккуратно есть конечно ли варианты когда все на лету сохнет но не на когда они когда линер 07 достаточно толстый и из него чернила льются так ну вот так поэтому подождали более или менее и размазали нету стираний иллюстрейшен чуть-чуть есть надо чуть-чуть больше ждать иначе и здесь все чистенько вот здесь даже мы вот уже по пятому кругу пошла здесь начала потеряться вот в этом плане вот опять же я за маркер пэд потому что они все моментально сохнет она в себя не впитывает минимальные впитывающиеся свойства соответственно быстрее сохнет потому что не вниз идет а вверх идет к вот это да все высыхание и с чем толще бумага и более рыхлая тем больше нужно ждать чтобы все просохло вот единственное правило которое тоже сразу хочется озвучить поэтому если вы взяли линер у вас размазался делайте выводы значит он у вас уже пигмент ну как вот этот именно краситель да он еще внутри ему еще просто нужно высохнуть это тоже важный аспект поэтому от техники от ручек тоже много зависит не только вот я пошла за ананасом отлично тра-та-та так в рестоль можно работе дальше карельные маркеры а давайте посмотрим при работе спиртовыми маркерами такой что при работе спиртовыми маркерами какой ранее обозначен бумаги ближе и что будет ли мага ваших форматов много большого формата а4 сейчас пока что максимально я чуть немножко потерялась вопросов сейчас моя мое отношение какое ближе я просто привыкла я вообще человек привычки я привыкла работать на маркерной бумаги и не на устраивает но нам ноги мне нравится потому что на ней очень быстро сохнет это что многие любят по 150 слоев и много-много потихонечку работать никуда не торопясь я работаю быстро поэтому нет маркер как больше нравится только из-за этого это мой характер вот поэтому я знаю миллион художников которые любят брестоль и иллюстрая я думаю тоже оценит показывает то что вот не торопливой спешки и можно делать интересные растяжки еще один момент который хочет у них тоже очень важный очень важный озвучить это вытравление оттенков насколько легко вытравить знаете что такое вытравление так знаете что вытравление кто-то знает что такое вытравить маркер ну я не знаю может быть это конечно я так как бы часто называю мне кажется что такой термин уже существует и все его знают сейчас я об этом расскажу а4 маленький формат я согласна но здесь вопрос покупки роста сети продаж я думаю что скетч-маркер обязательно они нас так радуют смотрите новинками и формат я тоже думаю чем чаще мы будем спрашивать чем быстрее появится так вытравление да смотрите что такое вытравление это когда мы на один оттенок давайте я возьму сразу же тустой проекты последующих которые мы шли это вытравление это тот оттенок который намного светлее вода допустим родственные оранжевый но намного светлее вот на маркер пэд так надо как-то что-то постелить более беленький просто видели бумажку если что-то где-то есть какая-то такая рабочая вот светлый оттенок это может быть блендер это может быть просто светлее богдан привет всем привет всем привет тут кого могу прочитать натали привет вот и смотрите чем отличается маркер пэда она односторонняя бумага у нее пропитка она в себя не сбирает маркер и все что просто происходит она происходит на первых первых слоях поэтому как бы мы здесь не терли она будет расползаться вширь вглубь и насквозь ничего не проходит соответственно тут оттенок который уже в бумаге он меняется она меняется ну я сказала незначительно крайне незаметно и какое-то тут влияние спирта прессаж произошло но оттенок никуда толком не делся просто какие-то появились пятна вот это маркер пэд давайте посмотрим что у нас будет тоже самое на иллюстрации надо знать еще что сделать надо еще наверное сделать такой оттенок чтобы прямо там гидренный был какой-то вот синий темный фиолетовый чтобы это было видно хорошо сразу нарисую пока она сохнет на таких лучше видно чтобы демонстрации так престоль и заодно еще сравним как насколько отличается оттенок одного и того же маркера да когда темные святые кстати совсем да кстати давайте пока не сохнет сохнут сейчас мы с вами сравним это будет забавно я вам обещаю потому что мне этот процесс все больше на эти на сравнении одного и того же цвета не видно не видно будет крайне просто даже у меня солнце спряталась поэтому очень не видно этот намного темнее так темнее такие так и здесь пошла поехала так ну давайте право травление вернусь потому что на раньше все не видно на самом деле как будет на темно мне кажется быть виние так маркер п вот тут повозю каемся фактически ничего не произошло так подсохнет видно да ну хорошо что видно вот оно есть изменение но незначительно так на престоле вот уже видно ну жду реакцию все цвета разные да это тоже зависит да насколько у нас палитра и насколько меняется особенно хорошо видно по светлым оттенкам надеюсь чтобы я не делала такого чудо не произойдет вот за это многие не любят работать на маркер пэт хотя зря абсолютно зря чтобы я не делал нижний слой он будет нижним как бы он да он будет меняться потому что этот спирт он все равно будет взаимодействовать но цвет и он никуда не денется он здесь останется а брестоль она в себя впитывает прошибает насквозь и уходит на следующий лист и вот этот вот как раз в отравлении вот она и есть этот цвет поэтому вот следующий так следующего иллюстрации я помню перепутал ну ладно это иллюстрация так сразу видно было тоже уже видно уже хорошо видно так и соответственно на таким на таких вариантах таких бумаг очень легко исправлять легко заниматься блендингом легко заниматься оттенки смешивать которые не совсем даже близки друг другу облегчение себе жизни при многих техниках это позволяет делать максимальные какие-то оттяжки работать там под несколько часов делать эти градиенты и поэтому даже если цвета не близки на таком варианте можно их прям вытянуть до плавного перехода но особенно если еще брашиком то вообще красота то это прям совсем легко становится вот маркер по это не любит зря зря вот видите поэтому она утравляется от следующий лист благодаря этой технике вытравление но получается максимально плавно при минимальных вложениях трудовложения так ну что у нас осталось еще с вами вытравить у так чтобы не перепутать никого это у нас миксит так надо подписать кричит куда-нибудь чуть не туда скажу и запутаем путать никого не хочется так это миксит здравствуйте да катышек него нету катышек нету катышки отсутствует ну и здесь тоже 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 будет отравление хорошее но здесь чем чем разница так как бумага в себя впитывает да она все таки для смешанных техник это не только для специализированная для спирта тогда вот этот вытравление она будет растекаться не только вниз да ну и вширь поэтому здесь будет очень лужа будет не только вниз но и сбоку понятно вот вот в этом основная как бы разница но будет вытравить можно очень добила им сказал любой цвет даже самый тонн вот поэтому здесь в зависимости от вашей техники сколько вы владеете приемами насколько вы пользуете что если мой лист какой мы ли у меня здесь моих листов нет у меня был один скетчбук он не в листе у меня вот 44 а лист который вот подкладочный он не нужен только что для белизны вам показать и соответственно что прошло что не прошло так ну надеюсь на друг друга все поняли все увидели разницу брестоль велоснежная иллюстрация иллюстрация более кремовый оттенок что это учесть что еще учитывать при я уже запуталась да ну 80 финализируем да что я сегодня хотел вам рассказать что 4 типа бумаги я давай сейчас еще не так ты разложу может быть так чтобы не запутаться 4 вида бумаги мы все протестировали так название к картинками лишь названиями до чтобы то это было видно чтобы запомнилась картинка с птичками с ананасами это и вот брестольку вот так вот вот четыре типа бумаги медиа иллюстрация маркер поэт и брестоль приятного спасибо так картинки но я думаю что и картинки тоже видно и и название вроде все вошло так смотрите что у нас маркер я будет про каждую рассказывать миксит туда цветочки в смысле птички брестоль и иллюстрация вот про каждый час буду отдельно рассказывать и финализировать и смотрите начну с того что начать из чего начала маркер pet 75 грамм тонкая полупрозрачная бумага на ней хорошо очень дружит по тональности да на нему легко набирать одним маркером много слоев она не вытравляется она максимально быстро сохнет на ней все быстро сохнет не только маркер но и все линеры и это является как основным плюсом так и основной сложностью для работы с ней и без если особенно начинающие они не как бы не торопятся да вот именно технические моменты на ней сложнее делать градиент нужно делать все быстро по сырому вот вот в этом основная как бы сложность и я ее все больше люблю и обожаю поэтому сказать что на ней тяжело работать не могу и не будет она классная бумага и очень мало себя впитывает маркеров что это основной для меня сюрприз потому что оказывается не только маркерная бумага мало себя брашка не сохнет ну что ж я сделаю начни все сохнет так основной сюрприз для меня было то что маркер маркерной бумаги скетч маркер маркер pet bristol и illustration они все специализированы под разные техники но больше по спиртовой маркер они одинаково себя впитывает приблизительно чернил не только самая тоненькая на приблизительно такой же расход чернил был у брестоли 300 граммового он намного меньше чем у любых смешанных техник были бумаги чем смешанных техник и не говоря там уже каких-то таких толстых других товарищей вот так ладно дальше что маркер pet рассказала основные его все характеристики спела в один так дальше у нас был с вами брестоль брестоль это 300 грамм достаточно плотная бумага очень гладкая белоснежная на ней максимально можно плавно и гладко набрать все все смешение здесь немножко видно какую-то такую зернистость я бы сказала да это когда идет уже вот ну реально слой десятый да что вы действительно сколько здесь большая лужи насколько долго словом даже вот неравномерно высохла это как раз идет от заливок и от количества то если мы хотим максимально забухать цвет что посреди сколько она прошиб прошибет как раз этот вариант в жизни такой технику на и думаешь тут реально пользуется вот в основном это конечно два-три слоя более чем достаточно основное преимущество это при работе с ней то что она приятна на ощупь это вообще так тактильный кайф отдельная песня да и то что на ней легко все смешивается и переходы делать на нибудь просто на мой взгляд на мой взгляд это просто потому что здесь она впитывает дольше себя и пока внутри чернила можно делать плавный переход достаточно не торопясь вот опять же для того что грамм чернила очень и очень лояльно очень немного в себя впитывает вот поэтому про переходы это отдельно ребят я не знаю каждый по-своему делает вот здесь вот у каждой свой найдет я думаю что попробуйте каждую бумагу и по разным переходе я делаю прекрасный переход на маркер так дальше что по парам иллюстрейшим так но третье собачка да я вам показывала я ее я уже на каждой поработала просто не все могу показать пока что так иллюстрейшим так что про нее рассказать до резюмировать на ней тоже легко делать переходы она 200 грамм тоже вытравлю это вытравление можно делать это все достаточно тоже мало в себя впитывает не прошли для 200 грамм она мало все пропустила насквозь то она чуть более желтого оттенка от престоле отличается для кого-то это критично для меня лично нет так ну и что дальше что дальше рассказать все по ней все вот имеет такой приятный оттенок как бы если вы работать любите в холодной гамме только об этом может быть да кстати про холодную гамму тоже хочу сказать отдавать сразу тыс и 33 у нас бумаги да давайте сравним как будет себя вести холодные оттенки самые оттенки самые светлые и сейчас я еще не ремок что-то лечку . здорово так насколько меняется до оттенок это видно хорошо по самым теплым по самым холодным не будет такой прозрачен так ну и соответственно тоже еще холодная гамма серых тоже может меняться да именно за счет цвета бумаги для кого-то это вот там критично видите так что здесь она намного теплее смотрится холоднее вот поэтому и важно как бы белизна бумаги насколько она критично не критично так ну вот так что еще и точность и также работает в плюс если если мы рисуем желтыми прозрачными оттенками то как раз в обратную сторону чем холоднее бумага чем прохладней у меня есть комплименты спасибо больше чем теплее бумага тем будет все прозрачно не знаешь где приткнуться уже чтобы видно было высохнет и вот эти одни и те же маркеры как по-разному они смотрятся так ну что ж так и я хотел резюмировать еще про четвертую бумагу это про миксит она для смешанных техник больше предназначены теперь тоже на ней можно просто увеличен расход на мой взгляд очень хорошо подходит для акварельных маркеров мы тестировали проводили разные эксперименты и по моему все было замечательно бумага имеет 160 грамм ну папа по плотности до миксит медиа и вот этими птичками так ну все визуально я думаю вы их тоже так для себя запомнили иллюстрация которая чуть желтее 200 грамм замечательно нет мне тоже нравится это вот в мире рисовала собачку поэтому ребят все нормально с ней маркеры тоже не хорошо себя чувствуют и белоснежная плотная приплотная престоль которая тоже вытравить но опять же здесь он и любителя поэтому пока все сам не попробуешь для себя выводы не сделаешь это вам честно говорю и маркер пэд 75 грамм все у меня с обзором на сегодня все это просто очень подробно было я надеюсь всем понравилось сейчас сохраню в хорошем качестве на телефончик и отдам для загрузки ребят скетч-маркер я думаю что есть какие-то вопросы будут в директе все спросите если что они мне передадут и я все подробно ко всем все отвечу что знаю все подскажу расскажу всем всем спасибо за эфир скетч-маркеру дальнейшего развития всем всем пока пока а